Валютная пара евро к доллару Вообще в общих чертах, почему, ну, так скажем, евро как валюта разваливается, что ей грозит И сегодня я соединю такой вот, скажем, свой прогноз с одним видеороликом, очень интересным Делаю непроизвольно такую некую рекламу, так скажем, но мне прислали интересную статью Wirtschaft, die Lage ist schlecht То есть, значит, Германия в открытую, в телевидении Я сейчас со своей точки зрения объясню, да, человек, который вообще не заканчивал какого-то там экономического образования И любому, который там закончил суперэкономическое образование, я объясню простыми словами Что случится с евровалютой и что случится с Евросоюзом И все В принципе, здесь, ну, не нужно ничего пугаться Этот процесс запущен давным-давно Кто это не понимает и думает, что Германия из этого выберется Он глубоко ошибается Германия давным-давно потопла уже в этом дерьме Поэтому выбраться здесь будет очень сложно Вот, ну, во-первых, в данном ролике озвучивается то, что у Германии, у предприятий Германии огромные проблемы Там, да, то есть не хватает там денег на что-то Во-первых, Германия никак не развивается Вот, и связано это, связано это в том числе с валютой евро к доллару Вот, кто не понимает, почему, я объясню вкратце Евро как валюта, если к доллару слабеет Это очень плохо для Евросоюза, для еврозоны Для стран, которые пользуются евро как валютой Это значит, доллар доминирует нами, да, понимаете То есть доминирует, это когда доллар выше, он крепче, да И получается, мы подвергаемся такой опасности Но евро как валюта уже не выберется То есть просмотрите мои прогнозы, которые были сняты раньше То есть я вам объяснял, там уже все объяснял Что пробит восходящий тренд И все, и мы катимся вниз, вниз, вниз И когда евро придет к отметке 0.80 Там приблизительно, вот здесь поддержка сильная Вот здесь произойдет коллапс Глобальный такой, скажем, в этом, в еврозоне Вот, здесь должны будут формироваться новые какие-то схемы Здесь либо будет новая какая-то валюта Либо будут заставлять новые страны вступать в еврозону Как, например, там, кто еще не вступил? Молдавия, да, там какая-то часть Украины Я не знаю, что там от Украины останется, допустим И вот эти дополнительные страны Они, скорее всего, будут либо в еврозону вступать Либо, как уже Германия опубликовала пару лет тому назад То есть она там начала печатать свои Deutsche Marker То есть либо будет... Ну, в общем, предсказать будущее я не могу Но в общих чертах В общих чертах это можно предсказать и можно понять То есть что нас ожидает? Нас ожидает, вот с таким сценарием Нас ожидает сильная инфляция То есть, смотрите, график довольно глобальный Чтобы вы не думали, что это произойдет завтра Те, кто смотрят видео в первый раз Им особенно нужно пересмотреть все Потому что график глобальный И здесь я говорю о расстоянии Вот, посмотрите, если так Приблизительно, там, скажем, что-то цена будет прыгать туда-сюда Да, я приблизительно говорю о 2030-м годе Вот видите, снизу видно, да Снизу черными буквами видно Вот 2030-й, 31-й, не знаю Может быть это будет 27-м, 28-м Я не могу это предсказать Я предсказываю только цену Куда цена стремится То есть это все можно вырешить Здесь не нужно быть прям суперотдаренным человеком Вот, если вы, ну, немножечко как-то интересовались То есть всему этому вообще можно научиться Вот, но тут не суть Суть просто в том, что вот эта цена, которая движется Она должна будет прийти к отметке, там, сначала 0.91 Да, возможно, она там придет как-то сюда Потом она поднимется, там, к отметке, я не знаю Там еще куда-то, может быть повыше И в итоге, в итоге ей нужно будет прийти вот к этой поддержке И здесь что-то произойдет, что-то будет случаться Вот, поэтому настройтесь на сильную инфляцию Настройтесь на то, что у вас будет мало заказов Настройтесь на то, что вы будете искать просто дополнительный источник дохода Очень многие люди подадутся на биржу Очень многие люди начнут инвестировать в золото Естественно, туда по золоту у меня прогноз был тоже Вот, XAU и QSUSD Вот, по доллару у меня прогноз был тоже Да, тут я тоже объяснял уже, что здесь сейчас загоняют людей Так все это красиво, все супер Вот, поэтому Euro, US$, перейду Вот, поэтому Ой, евро, US$, FXEM Так, вот Поэтому вообще, если вот прям конкретно начать с мелкого фрейма Те, кто понимают, что это такое Вот, нужно посмотреть, в принципе, куда цена движется Так, ну здесь, ладно, явно она хочет подняться к 1,07 Так, на 5-минутном фрейме Так, ну да, она поднимется к 1,07 Здесь у нас двойное дно Так, здесь такой восходящий локальный тренд И она вот сюда поднимется Вот сюда хочет цена в ближайшее какое-то время Сейчас я покажу Вот сюда Вот сюда приблизительно Здесь будет формирование Будет какой-то разворот Вот, это так Сейчас мы находимся на 15-минутном фрейме Да, вот сюда Это значит отметка 1,074 приблизительно 1,074 Так, 1,074 Ну, 75 Так, максимум Так, 30-минутный фрейм Так, 30-минутный фрейм Сюда Так, сюда Так, ну да Вот это ближайшее пока Так, скажем Так, 4-х часовой Сейчас, секунду надо просмотреть Вот В принципе Вот здесь Делаю я прогноз на снижение Вот, видите Цена сюда пришла Вот смотрите Давайте я приведу пример Козел, блин Сверлит, а? Вот здесь я, значит Так, приблизительно 23.02.2024 года Я делал прогноз Что цена вот пойдет Как-то приблизительно так И придет к отметке 1.065 Видите? И цена пришла Но только она пришла 15.04.2024 года То есть, видите То есть, все нормально сходится Не нужно никуда торопиться То есть, цена не должна двигаться По вот этой стрелочке Если вы думаете Что вот она сейчас прям Хоп, прыгнула туда И все То есть, да Ну, такого не будет Вот Но меня интересуют цели, цены Куда цель Куда цена стремится вообще Вот Поэтому вот эти прогнозы Я уже могу спокойно удалить Чтоб всего этого было Вот поменьше Вот И В принципе Такие вот Какие-то там Глобальные Прогнозы Так, я тоже могу удалить Вот И сейчас у нас Цель Следующая цель У нас А, ну да Здесь вот Сформируется Скорее всего Такой паттерн На снижение Сейчас я вот покажу Возможно Он отсюда Возможно Цена отсюда Вот И еще раз Поднимется Возможно Она здесь Совершит Какое-то Подобное движение Да Вот Возможно Даже у нее будет Такой ложный пробой Она выстрелит вверх Другие подумают Ага Можно входить И нифига То есть Она пойдет вниз Вот Цель у нее В принципе 1,04 0,45 И 6 Так 0 1,04 0,456 Так Вот так Это Вот у нас Такой прогноз Вот И у нас Цель получается 1,0376 1,0376 То есть Понятно Да Вот То есть Это вот у нас Вот эти цели Такие У цены Вот Как она сюда пойдет В принципе Вот еще раз повторюсь Особо меня Как-то Ну там Не интересует Вот Но Меня вот Должно Интересовать Будущее Вот Поэтому То что вот Сейчас говорят Там о Германии Да Там Wirtschaft Die Lage Ist schlecht Там денег Это все Правда Будет перемотать Не могу я перемотать Но вот здесь Просто Написано Очередная Бомба для чайников И она Действительно Удивительно Медленно Рассказывает Все это Дело Вот Немножко Конечно Раздражает Как-то Потому что Ну Как будто Для идиотов Вот Да Ну Канцлер Дэди Я на него Не подписан Не знаю Но он Телефон Мне периодически Пересылают Новости Его Я удивляюсь Там очень Интересные Такие Ну Такие Справедливые Я бы сказал Вот такие Нейтральные Справедливые Новости Он так интересно Формирует Формулирует Вот Хотя я Новости не читаю Я в них не вдаюсь Видите Я Все вижу По фондовому рынку То есть Я вижу Что Завтра будет С фондовым рынком Приблизительно Приблизительно Я вижу Там Что будет Через три года Там С фондовым рынком Вот Куда стремится Доллар Куда стремится Рубль Куда стремится Евро И все И у меня складывается Определенная картина И я уже могу Знать Что будет Там В Германии И что ожидает Вообще Какие катастрофы Катаклизмы Будут В Еврозоне Вот и все То есть Здесь в принципе Это уже все предсказуемо Так что Внимательно Тоже следите Да Не расстраивайтесь Я сейчас Никого не хочу Там Вкидывать В какую-то Панику Армагеддона Вот Но Вспомните Развал Евросоюза Вспомните Развал Советского Союза Да То есть Это была Фаза Номер один Поймите Что развал Евросоюза Будет Колоссальным То есть Здесь Произойдут Колоссальные Изменения И это Будет Не развал Советского Союза То есть Здесь Будет Уничтожено 70% Предприятий И Потери Здесь будут Колоссальные Поэтому Нужно Понимать Просто Будущее Да И каждый Для себя Должен Принимать Какие-то Решения Я не знаю В какой Мере А не обязательно Вам заниматься Инвестициями Вы просто Для себя Должны Понять Что будет А что Не будет Допустим Если я Уже Могу Там Сказать Ну Предсказать То что Как люди Бегут В магазин Гречку Покупают Такого Больше Не будет Еда Будет В магазинах Всегда Но она Будет Стоить Гораздо Дороже В разы Дороже В десятки Раз дороже Просто люди Не смогут Позволить Купить Себе Что-то Вот и Все То есть Нужно Будет Ставить Приоритеты Куплю Я там Фотографа На свадьбу Или Куплю Я там Уже Себе Кус Ну там Кусок Масла Понимаете Вот Поэтому На мой Взгляд Если Вот это Посмотреть Вот эту Картину Да Получается С евро То у нас Получается Цены За услуги Будут Снижаться Чтобы вам Было Понятно Да То есть Цены За Продукты У нас Будут Расти Да Цены За услуги У нас Будут Снижаться Вот Поэтому Вот поэтому Так Услуги Вот поэтому Нужно понимать Что если Вы предлагаете Какие-то Услуги Консультации Или еще Что-то На территории Еврозоны Допустим Да Вы должны Понимать Что вы Не сможете Повышать Цены На свои Услуги Потому что Люди Будут Тратить Деньги На Продукты Понимаете Каждому Человеку Нужно Пожрать Вот Как Говорили Одесситы Или Как я Люблю Такую Еврейскую Шутку Изя Какой Бизнес Создавать Он говорит Мой Что ты Что Не знаешь Что ли Люди Всегда Должны Кушать И какать Вот Поэтому Нужно Всегда Продавать Продукты И туалетную Бумагу Вот Поэтому Ну Шутка Шуткой Да То есть Но вы Должны Просто Вот Такое Скажем Может быть Кому-то Поучительное Кто-то Скажет Фу Херню Какую-то Базарит А через 10 лет Проснется Или там Через 5 лет Он проснется И у него В один день Просто Капитал Исчезнет И он поймет Что его Просто лоханули И все Государство Как я 31 проснулся В 21 Декабря 2001 Января 2003 Да По-моему Года Подхожу К банкомату А там Уже Не Дойче Марки А Евро И меня Уже Просто Лоханули Кинули На бабки Потому что До этого У меня Было Тысячу А стало 500 За ногу И все Вот Здесь Тоже Самая Ситуация Будет Да Просто Здесь Перейдет Правительство На Какие-то Вот Поэтому Вот это Все взаимосвязано Вы должны Понимать Немножечко Да То есть Я Не рассказываю Вам сказки Если вы Послушаете Мое видео Допустим Вы заметите Что я Выдаю Очень много Секретов Которые Сбываются Слишком Поздно Потому что Люди Не имеют Терпения Люди Не научились Ждать Люди Не научились Следить Понимаете Вот То есть Подписался Человек Посмотрел Стрелочки Вниз Он думает Это завтра Произойдет Да Нифига Отнезавтра Произойдет Это произойдет Может быть К концу года 2024 Это может быть Произойдет Там Я не знаю Да Ну вот В конце 2024 года Это может быть Произойдет Не знаю Может он сейчас Отрастет Может быть Это произойдет В 2025 году В середине 2025 Да То что Цена сюда Придет Вот Я Я к этому То что Вот Вы не должны Вдаваться Вот именно Вот прям Вот в эти Подробности Нужно понимать Суть И нужно понимать Вот глобально Куда мы идем Куда мы развиваемся Или у нас стагнация В стране Вот и все Вот Я думаю Довольно понятно Как-то постарался Объяснить По-детски Вот Потому что Я не экономист И стараюсь Не использовать Сложные экономических Терминов Чтобы было Простому народу Понятно Что Завтра вас Обманут И вы должны Быть просто-напросто Подготовленным Вот Не нужно покупать Телевизор В надежде Что вы его Через пять лет Продадите Задорого Нет У людей Не будет Деньги Запомните У людей Не будет денег Все люди Потеряют Свои деньги В сбережениях Все люди Потеряют Свои деньги В акциях В облигациях Неважно в чем Целые Там Государства Будут объявлять Возможно Какое-то Я не знаю Там Как это будет Происходить Но Вот Допустим При развале Советского Союза Там было Очень много Инструментов Как можно было Отнять деньги У населения Вот Поэтому История Будет повторяться Это называется Цикл Цикл Это когда Родился Вырос Умер Родился Вырос Умер Здесь тоже Цикл На бирже На фондовом рынке Везде В мире Война Мир Война Мир Война Мир Понимаете Вверх Вниз Вверх Вниз Это называется Цикл Вот Поэтому Вот Это все Это все Произойдет Правда Это все Длится Годами Поэтому Вот Просто Я Сейчас Вот У меня Допустим Разный Бизнес У меня Там Один Бизнес Сейчас Не приносит Много Денег И я Уже Понимаю Почему Я предлагаю Услуги Определенные Понимаете Мои услуги Сейчас Не так Сильно Востребованы Потому что У людей Есть Возможность Там Например Я предлагаю Услуги Видеографа А Допустим Человек Не берет Видеографа Не заказывает Он ему Слишком Дорогой Он возьмет Свой хороший Айфон Который он Уже купил Давно Поставит На Этот Скажем На Стабилизатор Да И будет Снимать Свою свадьбу Понимаете Ему и этого Хватит Вот И вот Я к этому Что Вот Услуги Будут падать В цене Это как Вот В принципе Вот В таких Знаете Неразвитых Странах Там В Индии Там Может быть Ну Конечно Может до такого Это Сейчас Не дойдет Вот Но Вот Германия К этому Идет Она Покупает Газ В три Раза Дороже Она Покупает Нефть В три Раза Дороже И поэтому Вот этот Сценарий У нас Ожидает Все Давайте Пока Уважаемые Инвесторы Если И вы Инвестируете В акции России США Гонконга Криптовалюта Металл И валютные Пары То Подписывайтесь На Телеграм Ютуб Тикток И инстаграм Канал И так Кажем Канале Разная И одновременно Полезная Информация С помощью Которых Вы Сможете Спасти Свой Капитал Примножить А даже Зависимо От Стратегии Удвоить Или Утроить Свои Деньги